Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии. Я рада вас видеть снова на моём YouTube-канале, где я ежедневно делюсь своими швейцарскими буднями, а также интересными моментами. И сегодня я хочу поднять очень интересную и важную тему, которая касается каждого из нас, так как многие росли по ложным понятиям, ложным убеждениям, и тема пойдёт о ложном патриотизме. И самое интересное, что сегодня будет у нас подкаст, я пущу красивый фон, вы будете просто слушать информацию, не проецируя её на меня, так как уверена, что очень многим не понравится эта информация, хотя автор этих слов не я, а горячо всеми любимый писатель Лев Толстой, который написал этот очерк в 1894 году. Естественно, в России сразу же его запретили, а человеку, который издал это 6 лет спустя, посадили в тюрьму. Ничего не поменялось со временем, поэтому вдвойне интересно читать столетние очерки и реально понимать, что это о нашей жизни сегодня. Надеюсь, что у многих из вас откроются глаза на такое понятие, как патриотизм. То-то я думаю, почему мне всегда претило это название. Ну что, усаживайтесь поудобней, начинаем. Итак, сегодня я зачитаю вам отрывок из статьи Льва Николаевича Толстого «Христианство и патриотизм», в которой писатель размышляет о гипнотизации патриотизмом, который всегда был удобным прикрытием и орудием для разжигания бессмысленных войн, ненужных обычному человеку. Впервые в России статья в числе других запрещенных статей Толстого «Письмо к либералам», «Письмо к Фельдфебелю», «Не убей». Появилось лишь в 1906 году, 9 лет после издания, 9 лет после написания, в издании Фельдфена, за что тот был привлечен к судебной ответственности. История показывает, что со временем статья не утрачивает своей актуальности, несмотря на религиозные мотивы и кажущуюся тенденциозность. Лев Николаевич Толстой, участник обороны Севастополя, 1854-55 годов, глыба русской литературы, граф. Интересно, как он высказывается о патриотизме, как орудии манипуляции. Зазвонят в колокола, оденутся в золотые мешки долговолосые люди и начнут молиться за убийство. Как актуально, не правда ли? И начнется опять старое, давно известное, ужасное дело. Засуетятся, разжигающие людей под видом патриотизма и ненависти к убийству газетчики, радуясь тому, что получат двойной доход. Засуетятся радостно заводчики, купцы, поставщики военных припасов, Ожидая двойных барышей, засуетятся всякого рода чиновники, предвидя возможность украсть больше, чем они крадут обыкновенно. Засуетятся военные начальства, получающие двойное жалование и рационы, и надеющиеся получить за убийство людей различные высокоценимые ими побрякушки. Ленты, кресты, галуны, звезды. Засуетятся праздные господа и дамы, впервые записываясь в Красный Крест, готовясь перевязывать тех, которых будут убивать их же мужья и братья, и воображая, что они делают этим самым самое христианское дело. И заглушая в своей душе отчаяние песнями, развратом и водкой, побредут оторванные от мирного труда от своих жен, матерей, детей, сотни, тысячи простых людей, добрых людей с орудиями убийства в руках, туда, куда их погонят. Будут ходить, зябнуть, голодать, болеть, умирать от болезней, и, наконец, придут к тому месту, где их начнут убивать тысячами. И они будут убивать тысячами, сами не зная, зачем, людей, которых они никогда не видали, которые им ничего не сделали и не смогут сделать дурного. И когда наберется столько больных, раненых и убитых, что некому будет уже подбирать их, и когда воздух уже так заразится этим гниющим пушечным мясом, что неприятно сделается даже и начальству, тогда остановится на время, кое-как подберут раненых, свезут, свалят кучами, куда попало больных, а убитых зароют, посыпах их извёздкой, и опять поведут всю толпу обманутых ещё дальше, и будут водить их так до тех пор, пока это не надоест тем, которые затеяли всё это, или пока те, которым это было нужно, не получат всего того, что им было нужно. И опять одичают, остервенеют, озвереют люди, и уменьшится в мире любовь, и наступившее уже, а христиане человечество отодвинется опять на десятки, сотни лет. И опять те люди, которым это выгодно, с уверенностью станут говорить, что если была война, то это значит то, что она необходима, и опять станут готовить к этому будущие поколения, с детства развращая их. Удивительно, но и сегодня многие мамы рожают будущих солдат с удовольствием, а также сдают своих детей, которые не пошли записываться добровольцами. Что творится в этом безумном мире? Это уже от меня фраза, как вы понимаете. Продолжим. А то с детства, всеми возможными средствами, школьными учебниками, церковными службами, проповедями, речами, книгами, газетами, стихами, памятниками, всё в одном и том же направлении отдурят народ. Потом соберут насильно или подкупом несколько тысяч народа. И когда эти собравшиеся тысячи, которым пристанут ещё все зеваки, которые всегда рады присутствовать при всяком зрелище, и когда вся эта толпа при звуках стрельбы из пушек, музыки и при виде всякого блеска и света начнёт кричать то, что прокричат перед ней, нам говорят, что это выражение чувств всего народа. Но, во-первых, эти тысячи, ну, много, десятки тысяч людей, которые кричат что-то при таких торжествах, составляют только одну крошечную, десятитысячную часть всего народа. Во-вторых, из этих десятков тысяч кричащих и махающих шапками людей большая половина, если не согнана насильно, как у нас в России, то искусственно вызвана какой-нибудь приманкой. В-третьих, из всех этих тысяч едва ли есть десятки, которые знают, в чём дело, и точно так же кричали бы и махали шапками, если бы происходило совершенно другое, противное тому, что происходит. В-четвёртых, тут же присутствует полиция, которая сейчас же заставит замолчать и заберёт всех тех, которые закричат не то, чего хочет и требует правительство, как это усиленно делалось во время франко-русских празднец. Заметьте, эти заметки пишутся в 1893 году. Но что же это за чувство такое высокое, которое, по мнению правящих классов, должно быть воспитываемое в народах? Чувство это есть в самом точном определении своём, ничто иное, как предпочтение своего государства или народа всякому другому государству и народу. Чувство, вполне выражаемое немецкой патриотической песней. «Дойчланд, Дойчланд, убирались», в которую стоит только вместо «Дойчланд» вставить «Русланд», «Франкрайх», «Италиен», «Унцевайтер». Такое либо другое государство. И будет самая ясная формула высокого чувства патриотизма. Очень может быть, что чувство этом очень желательно и полезно для правительств и для цельности государства. Но нельзя не увидеть, что чувство это вовсе не высокое, а, напротив, очень глупое, очень безнравственное. Глупое, потому что, если каждое государство будет считать себя лучше всех других, то очевидно, что все они будут неправы. И безнравственно, потому что оно неизбежно влечёт всякого человека, испытывающего его, к тому, чтобы приобрести выгоды для своего государства и народу в ущерб другим государствам и народам. Влечение прямо противоположное основному, признаваемому всеми нравственному закону. Не делай другому и другим того, чего бы мы не хотели, чтобы делали нам. Патриотизм был нужен для образования объединённых из разных народностей и защищённых от варваров сильных государств. Но как скоро христианское просвещение одинаково внутренне преобразило все эти государства, дав им одни и те же основы. Патриотизм стал уже не только не нужен, но стал единственным препятствием для того единения между народами, которому они готовы по своему христианскому сознанию. Патриотизм в наше время есть жестокое предание уже пережитого периода времени, которое держится только по инерции и потому, что правительство и правящие классы, чувствуя, что с этим патриотизмом связана не только их власть, но и существование, старательно и хитростью, и насилием возбуждают и поддерживают его в народах. Патриотизм в наше время подобен лесам, когда-то бывшим необходимыми для постройки стен здания, которые, несмотря на то, что они одним мешают, теперь пользованию зданием все-таки не снимаются, потому что существование их выгодно для других. Между христианскими народами уже давно нет и не может быть никаких причин раздором. Невозможно даже представить себе, как и зачем мирно и вместе работающие на границах и в столицах русские и немецкие рабочие станут ссориться между собой. И тем не менее, можно вообразить себе вражду между каким-нибудь казанским крестьянином, поставляющим хлеб немцу, и немцем, доставляющим ему косы и машины. То же самое между французскими, немецкими и итальянскими рабочими. О ссоре же между учеными, художниками, писателями разных национальностей, живущими одними, общими, независимыми от национальности и государственности, интересами, даже смешно говорить. Но правительством нельзя оставить народы в покое, то есть в мирных отношениях между собой, потому что если не единственное, то главное оправдание существования правительств в том, чтобы умиротворять народы, улаживать их враждебные отношения. И вот правительства вызывают эти враждебные отношения под видом патриотизма и потом делают вид, что умиротворяют народы между собой. Вроде того, как цыган, который, насыпав своей лошади перца под хвост, нахлистав ее в стойле, выводит ее, повиснув на поводу, и притворяется, что он на силу может удержать разгорячившуюся лошадь. Правительства уверяют народы, что они находятся в опасности от нападения других народов и от внутренних врагов, и что единственное средство спасения от этой опасности состоит в рабском повиновении народов правительством. Так это с полной очевидностью видно во время революций и диктатур. И так это происходит всегда и везде, где есть власть. Всякое правительство объясняет свое существование и оправдывает все свои насилия тем, что если бы его не было, то было бы хуже. Уверив народы, что они в опасности, правительство подчиняет их себе. Когда же народы подчиняются правительством, правительства эти заставляют народы нападать на другие народы. И таким образом для народов подтверждается уверение правительств об опасности от нападения со стороны других народов. Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своем есть не что иное, как для правителей орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых народа отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм. Патриотизм и есть рабство. Проповедники мира посредством арбитрации рассуждают так. Двое животных не могут разделить добычу иначе, как подравшись. Так же поступают невоспитанные дети, варвары и варварские народы. Но люди разумные решают свои несогласия рассуждением, убеждением, передачей решения вопросом, незаинтересованным, разумным лицам. Так должны поступать и народы нашего времени. Рассуждения эти кажутся вполне правильными. Народы нашего времени дожили до периода разумности, не имеют враждебности друг другу и могли бы решать свои несогласия путём мирным. Но рассуждение это справедливо только относительно народов, одних народов, если бы они не были под властью правительств. Народы же, подчиняющиеся правительствам, не могут быть разумны, потому что подчинение правительства уже есть признак величайшего неразумия. Страшно сказать, но нет, и не было такого совокупного насилия одних людей над другими, которое не производилось бы во имя патриотизма. Во имя патриотизма воевали русские с французами, французы с русскими, и во имя же патриотизма теперь готовится русские с французами воевать против немцев, и во имя патриотизма готовится теперь немцы воевать на два фронта. Но не только войны. Во имя патриотизма русские душат поляков, и немцы славян. Во имя патриотизма коммунары убивали версальцев и версальцы коммунаров. И всё это написал Лев Николаевич Толстой 17 марта 1894 года в Москве, том 39, христианство и патриотизм. Словно и не было прошедших лет актуально до сих пор, значит, никуда мы не продвинулись, отобщимся на месте. Уверена, что многим из вас стала интересна эта тема, поэтому предлагаю прочесть его же статью, которая называется «Патриотизм и правительство». Вы легко найдёте это в интернете поиском, либо на сайте Моноклер. Очень люблю читать, там разные лекции и подборки. Спасибо большое за внимание. Буду рада обратной связи с вами в комментариях, что думаете по поводу темы патриотизма. Продолжение следует...